Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где очень много аналитического контента, который должен и, я надеюсь, помогает вам в принятии торговых решений. По крайней мере, мы стараемся. Там и общий новостной фон, и конкретные торговые рекомендации. Ну что ж, давайте вкратце по тому, что сейчас на рынках происходит. Рынок нефти у нас в целом остается в лонгах. Это для тех, кто позиционно настроен. Как вы знаете, по бренду ранее давал рекомендацию с целями в 75 долларов за баррель. Мы эту цель достигли. Если вы держите длинные позиции дальше, друзья, я на вашей стороне. Я думаю, что я также буду перезаходить. Факторов для роста рынка нефти очень много. Ослабление доллара, спрос на риск, явная индикация этого повышения индексов фондового рынка США, Европы и так далее. Это ожидание роста мировой экономической активности и, соответственно, восстановление спроса на углеводороды. Переговоры между Ираном и США, которые под большим вопросом, сейчас их продолжение. Шесть раундов прошло, они ни к чему не привели. А сейчас после президентской гонки, после победы Раиси, я вообще сомневаюсь в том, что эти переговоры могут быть продолжены, потому что здесь налицо уже личное неприязнь Раиси в отношении США. Учитывая, что Штаты буквально два года назад наложили в порядке санкций и ограничений на физическое лицо, такие ограничения на Раиси. И, может быть, есть факторы злопамятства, не знаю, как сказать, хотя политика, это, наверное, совершенно другой уровень, в том числе и взаимоотношений, и вот этих коопераций. Все может быть. Переговоры могут возобновиться, но я об этом крайне сомневаюсь. В любом случае, друзья, если это и произойдет, случится чудо, то следующий, седьмой уже, получается, раунд переговоров, его стоит ожидать уже, наверное, в августе, в сентябре. До этих пор ничего в плане политического диалога не будет. Хочу отметить, что мы раньше смотрели на диалог между Вашингтоном и Тегераном как на риск для рынка нефти, потому что если бы им удалось достичь какого-то компромисса, то, соответственно, на рынок вернулись бы иранские производители, это бы нагрузило предложение и создало бы некоторое подобие избытка сырья на мировом рынке. Это негативный фактор для, разумеется, углеводородов, для Brent и для WTI. Но сейчас другая проблема. И эта проблема заключается в том, что рост мировой экономической активности, мировой экономики, он оказался гораздо более значительным, гораздо более быстрым, стремительным, чем прогнозировали. И спрос требует больше углеводородов. И без иранских производителей вообще на рынке к концу этого года, либо в 2022 году, может возникнуть ситуация, когда нефти будет просто не хватать. Что вполне реально, учитывая резкое падение инвестиций в энергетическую отрасль на протяжении прошлого года. Без иранской нефти дефицит предложения может превысить 2,5 миллиона баррелей в сутки. Это позитивный фактор, и рынок сейчас под него закладывается. Я советую вам также обратить внимание на этот фактор, потому что я думаю, что он в конце концов реализуется. Следующая причина роста цен долгосрочного. Это сейчас сезон активных штормов в Атлантике. Мы ранее с вами говорили о шторме Кладет, который пока что не стал ураганом, но может быть усилится до него. И это, конечно же, приведет к закрытию ряда нефтеперерабатывающих предприятий, нефтедобывающих платформ и нефтеперерабатывающих заводов в Мексиканском заливе. Как на это реагирует рынок? Мы с вами, люди опытные, знаем, что это может привести к росту котировок WTI, в зависимости от того, насколько будет зафиксированный, случится этот перебой в добыче. Росту больше, чем на 5%. Я рекомендую пока что держать этот фактор в голове, потому что он может стать основным в ближайшие недели, если стихия все-таки заставит обратить на нее внимание. Ну и, наверное, локально более значимые факторы сейчас поддержки для цен на нефть – это данные по запасам. МАПИ, который сообщил о том, что запасы снизились на прошлой неделе на 7,1 миллион баррелей, друзья. И сегодня в 17.30 официальные данные, которые также, скорее всего, с большой долей вероятности укажут на то, что как запасы нефти, так и запасы бензина тоже просели. Доллар, индекс американской валюты 91.85. Ранее я после заседания Федрезерва комментировал, что ралли доллара зашло слишком далеко. Рынок немножко перемудрился с реакцией и, возможно, увидел в том, что было отмечено, подчеркнуто и сказано того, чего на самом деле не было. Поэтому моя позиция и точка зрения была следующей, что неделю после заседания Федрезерва в ходе выступлений представителей голосующих членов американского регулятора чиновники попробуют использовать ее, чтобы успокоить рынки, еще раз все-таки заставить их посмотреть в системные факторы и в то, что проходит, проводится и делается сейчас. Что, собственно, и произошло. Президент ФРБ Нью-Йорка Вильямса, который снова сделал акцент на то, что ФРС не собирается сейчас менять денежно-кредитную политику. По его ожиданиям инфляция стабилизируется в лучшем случае в районе 2,1%, 2%, скажем так, в следующем году, друзья. Поэтому повышение процентной ставки скромными медленными темпами – это разговоры только лишь 2023 года. Нескоро, очень нескоро, друзья. Другодичная перспектива – это вообще не фактор, на который сейчас нужно обращать внимание и зацикливаться. Потому что за два года, как показывает практика прошлого года и влияние ковида, два года – это еще больше. С мировой экономикой может произойти все, что угодно. Она может улистеть в пропасть и потом также восстановиться. Поэтому я вам советую не строить сейчас сделки, не занимать позиции, если у вас арсенал аргументов принятия вашего торгового решения основывается на том, что должно произойти через несколько лет. Потому что даже на вебинаре, который прошел в понедельник, я предлагал вам следующую идею, что если вы готовы работать на рынках таким образом, рассчитывая на то, что что-то произойдет через такой промежуток времени, то, пожалуй, вам сейчас можно, опять же, начинать, к примеру, продавать нефть, если вы считаете, что через пять лет на глобальном рынке возникнет избыток предложений. Ну, согласитесь, это глупо. Паул, который выступил в Конгрессе, также подчеркнул, что для ФРС есть две цели – инфляция и рынок труда. В обоих случаях цель еще не достигнута, потому что показатели не стабилизировались рядом с теми уровнями, которые необходимы. Ну, конечно же, это больше акцент был сделан на показателе инфляции, который сейчас превышает 2%, но должен стабилизироваться там к 2023 году. Поэтому Паул в сухом остатке еще раз подчеркнул, что в целом политика будет оставаться исключительно стимулирующей. И еще в качестве вишенки на торте вчера выступление главы ФРБ «Сан-Франциско» «Дейли», которое также подчеркнуло, что во время последнего обсуждения перспектив денежно-кредитной политики не поднимался вопрос о том, что ставки нужно повысить заранее, и вот сейчас, в ближайшее время, год-два отказаться от программы количественного смягчения. Тоже те, кто, друзья, понимает, что нужно услышать в этом, наверное, услышали. Я считаю, что этот фонд очень хороший, чтобы мы дальше держали короткие позиции по доллару, по индексу американской валюты, в принципе, буду это делать и дальше. Фондовый рынок, надеюсь, то, что вы в лангах, 4242 пункта по индексу СНП, и идем на новый исторический максимум, до которого остается совсем чуть-чуть. По Евростоксу, та же картина, 4108 пунктов. Сегодня индексы активности производственного сектора Европы и Германии, которые, по прогнозам, будут очень хорошими, скорее всего, даже на многомесячных максимумах, что должно поддержать позиции европейского рынка. По евро еще из-за психологии, из-за того, что большинство трейдеров сейчас ставят на то, что европейская валюта будет расти, я предлагаю локально, как косточно, пока что, ренчное настроение не изменится, поработать против толпы. То есть, поддержать шорт с целями 1.18. Завтра большой день для фунта, заседание Банка Англии. Я думаю, что завтра можно будет добавить в наш арсенал торговых идей еще и британскую валюту. А пока работаем с индексом доллара, смотрим на нефть и продолжаем покупать американский фондовый рынок. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok